Уже сегодня стартует чемпионат Беларуси по футболу 2021, но основная часть матчей состоится на выходных, в том числе и домашний поединок Руха. Первый соперник брещан – футбольный клуб Гомель. В этом коротком превью о нем и расскажем. Состав, результаты и не только. В общем, познакомимся и, так сказать, подогреем интригу. Поехали! В прошлом сезоне Гомель занял второе место в первой лиге и напрямую пробился в элитный дивизион. Хотя накануне команду лишили пяти очков за причастность к договорным матчам. По версии следствия, два года назад провинился защитник из России Дмитрий Айдов. Его в составе, естественно, уже нет. Как и постепенно забывается, это не самая приятная для клуба история. Кого стоит опасаться обороне брещан? В первую очередь результативных Васькова, Соловья и Гомзу. Они лучшие бомбардиры прошлого сезона в первой лиге. Общими усилиями наколотили 50 мячей. Но вот выйдут ли все трое в старте, далеко не факт. Ведь, судя по всему, гости построят игру от защиты. А центр поля, скорее всего, будут выжигать опытные Костров и Батищев. По среднему возрасту Гомель старше Руха на целых три года. Так что это будет противостояние молодости и опыта. Хотя некоторые гомельчане в высшей лиге почти не играли. А вот что же касается главного тренера, то он у белозеленых самый молодой во всем чемпионате. 35-летний Иван Биончик буквально на два года старше некоторых своих подопечных. В межсезонье Гомель сыграл 9 товарищеских матчей. Семь из них выиграл и ни одного не проиграл. Похоже, что новичок высшей лиги сейчас на ходу. Да и к тому же всю подготовку команда проводила на синтетике. А значит, к ней привыкла, возможно, больше, чем Брещане. Но даже несмотря на это, букмекеры явным фаворитом считают именно Рух. Хотя это, конечно, еще ничего не значит. Напоследок отметим, что Рух и Гомель сыграют друг с другом впервые в истории. А обслуживать встречу на юности будет минчанин Сергей Чистов. Самый щедрый на карточке и пенальти арбитр прошлого сезона. Ровно год назад он назначил рекордные пять пенальти в одной игре. И это говорит о том, что нашим игрокам следует быть предельно осторожными. Ни пуха ни пера. Редактор субтитров А.Семкин